Сегодня в Управлении внутренних дел по городу Чебоксары обсудили аварийность на дорогах столицы. В 2012 году зарегистрирован рост числа ДТП, в том числе со смертельным исходом. Большое количество аварий приходится на молодых автолюбителей. По вине водителей со стажем меньше трех лет совершено 129 столкновений и наездов. В 2011 году 76. По данным ГИБДД, практически каждое седьмое ДТП происходит по вине неопытных автомобилистов. С участием водителей, имеющими стаж вождения до 3 лет, совершено 203 дорожно-транспортные происшествия, в которых погибло 6 участников в дорожном движении и получили ранения различной степени тяжести 256 человек. В процентном соотношении доля дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, имеющими стаж вождения до 3 лет, составляет 23%. На 47% в прошлом году выросло количество ДТП с участием пассажирского транспорта. Зарегистрировано 147 аварий. В них погибли 9 человек и травмированы 183. Состояние аварийности на дорогах города обсуждается ежедневно. Разработана программа по обеспечению безопасности. Но, по словам Алексея Телина, повышение эффективности мешает несовершенство законодательной базы. Затронули и тему подготовки водителей. В декабре прошлого года вышло распоряжение о закреплении сотрудников ГИБДД за автошколами. Каждый инспектор должен проверять посещаемость занятий, контролировать программы и отчеты по результатам сдачи экзаменов. Отзывать лицензии ГИБДД не имеет права. Это прерогатива Министерства образования. Ни для кого не секрет, как они ездят. То есть, если посмотреть, молодой водитель, практически он ездит модели автомашин какие? Восьмерка, девятка, четырнадцатая, десятка. На таких более дорогих машинах они еще не позволяют себе ездить, наверное, сюда. И вот эти все транспортные средства по городу, как видим, они ездят практически в шашечном порядке, так называемый. Они не соблюдают боковые интервалы, они не соблюдают правила перестроения транспортных средств. Им важно, как они от перекрестка до перекрестка могут быстрее кого-то ехать. Практически они провоцируют даже своим поведением, останавливаясь на светофорах, даже предлагая, мол, давайте, кто там водитель подмигивает. Стартанем, не стартанем, кто первый дает до первого перекрестка. Наверное, вот эти моменты, они как раз и сопутствуют, тормотран прошлицы. Позывают беспокойство инспекторов по безопасности дорожного движения и отсутствии парковок во дворах. Ежедневно поступает множество обращений от жителей города о том, что машины паркуются на пешеходных дорожках. Граждане жалуются, я их понимаю. В данной ситуации рассматривался вопрос тоже с администрацией города Чебоксары о организации парковочных мест, с использованием экологических парковочных мест, то есть сетка на газоны. Ну, это же, опять же, вот эти парковочные места, они за счет средств жильцов. ТСЖ, там, в общем-то, сами они собирают и сами организовывают. Но в этом направлении у нас используется прибор фото-видео фиксации ПарКон. То есть, если жалоба поступила, фактически мы отрабатываем данный адрес. Сейчас периодически заезжает туда инспектор, который осуществляет контроль с использованием ПарКон. И потом автоматически в режиме, значит, это все снимается. И гражданам по домам рассылаются так называемые письма счастья. В общем, цели определены, задачи ясны. Теперь остается только работать. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. По большому счету.